всем привет с вами снова я деревня внутри мегаполиса вот такое вот печенье или сказать пироженки будем сегодня выпекать приступаем всем привет сегодня хочу сделать такой небольшой пирожок пирог пирожок как его назвать вообще он у меня записан в старом рецепте старый это один из старых рецептов моих называется каракум почему-то не знаю почему здесь в чашку я уже засыпала стакан сахара щепотку соли и одно яйцо сейчас я вот разведу здесь у меня масло остатки есть еще вообще надо 200 грамм маргарина но так как я знаю на маргарине будет тесто не очень твердовато я возьму 100 грамм масла сливочного и 100 грамм маргарина и на этой основе замешу тесто буду постепенно показать размешиваю сперва яйцо с сахаром подключилась и развела здесь уже 100 грамм масла и 100 грамм маргарина сейчас все вот эту массу буду потихонечку дружить не взбивать а просто перемешать надо все я перемешала теперь нужно сюда ввести всего один стакан муки но я буду смотреть по рецепту стоит только стакан я справлю стакан и посмотрю что получится нам нужно замесить такое эластичное тесто приблизительно стакан у меня разрыхлитель еще нужно пачку ввести но вот пачку я у меня здесь 15 грамм всю пачку я введу пол пачки введу слишком много половина пачки может быть чуть больше пачки пол пачки у кого поменьше грамм в разрыхлителе идет а в пачке самой 10 грамм то наверное грамм 8 до 7 но 8 пускай 8 9 грамм ввести нужно я всегда как говорила что размешиваю разрыхлитель с мукой а потом уже ввожу сейчас замешу будет мало сейчас я это замешу миксером хорошо не было комочка потом добавлю еще муки и замешаю уже эластичное тесто и покажу под вот я замесила тесто я еще добавила около двух стаканов муки с одного на муки как я говорила ничего не получится этот старый рецепт да я его тоже когда-то делала все рецепты которые у меня записаны я делала но уже давно ночью когда была девчонкой какие-то рецепты просто потом остались больше не повторяла есть вот такое вот тесто то на мягкое но не липнет к рукам немножко тут вот сейчас я разделю это тесто и вот как как у меня записано 1 4 часть нужно оставить для того чтобы потом убрать ее в морозильник вот сверху это на посыпку сверху а это тесто я буду на противне разложить но все равно его положу пока немножко холодильник она немного немножечко под застынет и потом уже будем продвигаться дальше ну вот я тонким слоем раскатала тесто на противень можно потолще слой делать тесто да только хочет немножко сделала бортики потому что мы будем намазывать варенье варенье аня если ты меня смотришь и твое угощала меня вареньем любое кто какое хочет до варенье можно намазать вот в общем сейчас я намазываю все тонким слоем варенье и потом буду пока дальше вот вареньем я намазала и тесто у меня еще морозильники лежала и не подмерзла если она подмернет хорошо можно на терке это делать просто на крупной терке его натереть вот так как у меня не настолько она подмерзла я вот просто его руками да этот штрозель сделаю тут поверху это такой пирог по-быстрому тоже один из таких не сильно много ингредиентов сюда надо и на быструю руку варенье можно любое можно даже нутеллу сюда намазать или там что-то подобное вот в общем вот так стройделе сейчас делаю поверху и потом уже покажу подсоединись все стройделом я покрыла сейчас отправляю в духовку на перед этим еще сделать что забыла я вот эти вот бортики которые я сделала до их вот так вот положу они будут потом нормально смотреться там видно или нет не знаю в общем вот с этой стороны вот так я всегда так делаю если бортики делаю на всех кухонах потом вот так заворачиваю поровнее смотреть поровнее делать потом все уляжется в общем вот так доделываю и отправляю в духовку на 180 градусов на 20-30 минут вот кухон мой пирс где-то минуты 23 но духовка должна быть заблаговременно разогретая да вот он немножко приподнялся теперь я его просто он еще немножко теплый я его нарезаю лучше не ждать остывания да он потом крошится сильнее будет так просто такое крошибельная как на тёпке вот нарезаем на такие квадратики делаю небольшие как печенюшки пироженки до средине 1 вытащу они такие не толстые если хотите потолще что конечно можно потолще сделать да но и такие вот дела миленькие хорошо в рот ложится вкусные вот начинка может быть любая любое варенье либо нутелла да либо какой-то другой крем в общем сейчас нарежу в тарелку и уже покажу как в тарелке она выглядит все вот я нарезала свои пироженки или печенье вот такими кусочками она еще теплая как я сказала но она остынет будет более таким рассыпчатая хрустящая варенье я люблю как я всегда говорила кисло-сладкий вкус поэтому варенье кисло-сладкая вот черная смородина так что вот так то очень вкусная быстрая тоже вот если на пороге гости прям можно очень быстро все сделать так что предлагаю вам а там уже на ваше усмотрение хотите или нет ну и давно уже не предлагала вам посмотреть какой-нибудь фильм сейчас предложу включу свой телефон и продемонстрирую вот сейчас плохо будет видно но нет вот фильм называется коко к две главных героини это комедия прям вот советую посмотреть очень такая комедия как сказать я бы сказала драма комедия не комедии тут главные героини так сейчас прочитаю чтобы не запутаться анна михалкова играет и яна троянова вот две такие героини сильные я считаю такие как актеры да и сильные героини которых играют таких фильмах всегда выбирают такие роли ну главный героинь и и сильные женщин вот это яна троянова я смотрела сериал тоже такой жизненный можно сказать забыла как называется если кому-то интересно пишите я потом назову как называется этот сериал очень тоже интересный жизненный долгий правда но очень интересный захватывающий такой там смешной он да но в нем смысл хороший заложен так что вот предлагаю посмотреть такую как я говорю не комедия драма комедия можно сказать тоже жизненный фильм двух вот этих героинько коко называется фильм ну в общем на этом все совсем прощаюсь всем приятного чаепития кто чай пьет нам приятного чаепития всем приятного аппетита кто кушает и меня смотрит вот желаю всем всего самого-самого хорошего как всегда мира добра любите будьте любимы будьте здоровы и счастливы и бога нам всем в помощь пока пока